Здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь в центре города, на Ворошиловском Суворова. Здесь про Путина написано обидное слово. Я его закрыл бумажкой, но об этом позже. Я хочу сказать, что это самый-самый-самый центр города, который только может быть. Вот буквально следующий дом, это комплекс зданий, где находится полномочный представитель президента в Южном федеральном округе. Следующая там площадь и здание отсюда видно. Правительство Ростовской области. Напротив у меня ринг. Вы видите, кстати, ринг тоже разрисован надписями непонятными. Какой-то вот магазин, там тоже надписи разрисованы. Здесь Газпром, центральный офис. Дальше через два дома отдел полиции номер 3, разрисованный, кстати, я вам покажу. И здесь следующий дом, это управление по борьбе с наркотиками. То есть тоже полицейские. И представьте себе, все здесь ходят и уже неделю практически здесь видят это обидное слово. Потому что это слово я в первый раз видел 21 марта, а сегодня уже 26. Итак, вчера задержали каких-то экстремистов, которых, каких-то малолетних, я не знаю, как их назвать культурно. Которые планировали и шли обливать краской отдел полиции номер 3. Это Ворошиловский район. И их задержали, они дали чистосердечное признание, что они в каком-то телеграм-чате состояли, что они там, в общем, что-то такое замышляли. Им светит сейчас уголовная статья, им светит уголовная статья 214, вандализм, часть 2. А эта часть 2, ну, потому что группы лиц до трех лет лишения свободы светят им. В Ростове-на-Дону раскрыта экстремистская группа, которая готовила нападение на здания органов госвласти. По данным ФСБ, молодые люди использовали бутылки с зажигательной смесью, а также собирались краской нанести на стены оскорбительные надписи. В своих действиях задержанные признались, по словам предполагаемого организатора, все участники состояли в закрытом телеграм-сообществе, модераторы которого находятся в Польше. Так вот, я почему-то думаю, что вот эта надпись, это тоже их рук дело, хотя я, конечно, свечку не держал и не думал. Просто очень редко я вижу надписи про Путина, честно говоря, вообще их не видел. Вот, в Ростове-на-Дону, в том районе, где я живу, я очень много внимания обращаю на эти надписи. И я знаю, как с ними бороться, чтобы их не было, но, к сожалению, ничего не получается. Два года назад я предпринял попытку, я вам сейчас покажу. Я сфотографировал надписи на своей улице, там, где они у меня появились. Кто-то разрисовал очень много домов. Я обратился в отдел полиции номер 3, чтобы они расследовали, по видеокамерам установили, кто разрисовал наши дома. И я через некоторое время получил ответ с подписью начальника отдела полиции номер 3 о том, что разрисовывание зданий, ну, то, что я им показал, не является административным правонарушением и не является уголовным преступлением. Потому что там были, ну, какие-то такие надписи. Разрисовали сразу семь домов, понимаете? Но я как бы не сдался, я написал в прокуратуру. И из прокуратуры Кировского района мне тоже пришел ответ о том, что это не является административным правонарушением и уголовным преступлением. Представляете? То есть я вот с этими надписями, вот, ну, как бы пытался бороться. Я писал в отдел полиции, а потом написал еще раз. Мне из городского уже управления сказали, да, это административное правонарушение, но мы, ну, как бы срок его истек, поэтому никаких действий предприниматься не будет. Вот. И я, короче говоря, эту идею отложил, я понял, что так не работает. А как оно работает? А в Москве работает? Почему работает в Москве? Да очень просто. У нас есть закон Ростовской области об административных правонарушениях. Вот, кстати, отдел полиции, видите, вот это здание в Ворошиловске 28 уже разрисовано, уже обклеено бумажками. Видите? Видите, абсолютно все равно им. Вот это здание, обклеенное бумажками. Вот оно. Вот, это все одно здание. Вот бумажки. Вот полиция. Вот. Дальше мы идем мимо полиции. Вот их разыскивают. Тут опять бумажки, видите? Вот бумажки. Абсолютно, вот, я не знаю, разрисован весь город, разрисован отдел полиции. Вот, это тоже относится к отделу полиции. Посмотрите. Это по вопросам миграции отдел. Вот. И, короче, вот отсюда, вот отсюда начальник сказал мне, что не является административным правонарушением. Так вот, у нас статья в законе об административных правонарушениях Ростовской области. 5,4, в которой написано, что там за расклейку объявлений штраф за каждый объект обклеенный от 200 до 700 рублей. И за каждую, там, вот если это сделано с помощью краски, то от 1000 до 3000 рублей штраф за каждый разрисованный объект. То есть, закон Ростовской области реально есть, он существует, он не работает. Понимаете? Не работает. А вы представьте, что если у нас в Москве, там, на Красной площади кто-то напишет про Путина или просто какие-то теги нарисуют, как быстро их найдут? Почему вот в Москве закон Московской области работает, ой, Москвы, да, об административных правонарушениях, а в Ростове, в Ростове вот это вот все не работает. То есть, да, закон есть, да, я могу отлично кого-то там поймать, лично привезти его за руку, за, если он сам стоит со мной, пойдет, конечно, в отдел полиции, сказать, вот, оформите его. Они его оформят, передадут в административную инспекцию Ростова-на-Дону материалы дела, и, может быть, ему там штраф маленький дадут. Но сами полицейские, они тебя будут очень долго, в общем, они не знают этой статьи, они или делают вид, что не знают этой статьи. Ну, короче говоря, всячески делают вид, что это их не касается. А кого это касается? Так вот, административные комиссии Ростова-на-Дону, они не ходят по улицам, они не могут поймать этих нарушителей в момент правонарушения, они ничего не могут сделать. Вот, и только ФСБ, и только потому, что эти ребята пошли 25 марта кидать краской в отдел полиции, вот они это дело завели. Только поэтому, понимаете? А так это вообще никого не волнует. И кто в этом виноват? Отвечаю, губернатор. Отвечаю, губернатор, потому что у Собянина не рисуют, а у Голубева Василия Юрьевича рисуют. А что надо сделать? Что надо сделать, чтобы закон административных правонарушений работал? Чтобы полиция задерживала тех, кто рисует. И про Путина, ну и про остальные вещи. Потому что, ну, как бы вот это вот все, по идее, это должен собственник закрашивать. Но мы видим, что внутри магазин не работает. И собственника здесь нет. Чтобы он закрашивал. Я не уверен, что скоро он появится здесь. Вот. Что надо сделать? Ответ один. Соглашение с полицией должен заключить регион. В котором прописать, что вот эти, вот эти, вот эти, вот эти административные правонарушения тоже занимается ими полиция. И как она ими занимается? Вы представьте себе, вот Газпром, вот видеокамеры у него. Вон этот самый, как его, отдел, ой, никак, управление по наркотикам. Там дальше полиция, там ринг. Везде камеры в этом месте. Вы понимаете? То есть найти вот этих вот, как сказать, райтеров, да, они себя райтеры называют, которые рисуют теги. Вот этих райтеров, чтобы найти, вообще труда никакого не составляет для полицейских. Просто не составляет. Вы понимаете? Они ходят толпой. Они вот подходят, один там рисует, вот, и они дальше идут. Единственное, от кого они могут получить, это от жителей соседних домов. То есть если житель выйдет и надает им. Поэтому они ходят вместе. Это вообще, понимаете, это вандализм, потому что группы лиц, ну, если, конечно, они оскверняют, то есть, понимаете, если есть осквернение, да, это вандализм. Если нет осквернения, значит, это не вандализм. Это суд решает, вандализм или не вандализм. Ну, хотя бы административную статью-то можно применять с этим штрафом от 1000 до 3000 за каждый объект. В общем, я вам показал свое возмущение. Я защитил честь президента. Я уверен, что эта бумажка скоро оторвется моя, потому что найдется какой-нибудь любопытный, который захочет прочитать это слово. Но я не буду это слово произносить. Я вам лучше покажу ролик, который распространил ФСБ. Как вот эти ростовские ребята дают показания. Они, блин, создаются. Я даже не представляю, в чем. Вот. Вандализм это самое мягкое, что им светит сейчас. Являюсь пользователем мессенджера Телеграм. В Телеграме в начале марта этого года я вступил в чат. Этот чат моделируется из Польши. В этом чате также я подчеркнул для себя много новой информации и методов экстремистской деятельности. Целями созданной мной группировки являлось Первое. Нанесение краской на жилых зданиях надписей, оскорбляющих власть. Второе. Проведение акций прямого действия с применением коктейля Молотова по отношению к органам власти. 24 марта мы по договоренности пошли к первому отделу полиции для того, чтобы закидать его красками. Являюсь пользователем мессенджера Телеграм. Вступил в группу закрытую. В дальнейшем мы договорились встретиться и обсудить планы, обсудить политическую ситуацию в стране. В итоге на этой встрече он вместе с другими начал предлагать использовать коктейли Молотова на акциях прямого действия против сил правопорядка.